МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске о проблемах города. И не только. Саров посетили депутаты ЗАГС Собрания региона. Доступный город в молодежном центре стартовал новый проект. Весеннее преображение. Как подготовиться к лету? Далее расскажем обо всем подробно. Изменение экономики России временно приведет к росту инфляции и безработицы, заявил Владимир Путин на совещании о мерах по социально-экономической поддержке регионов. Однако президент отметил, что эти негативные факторы нужно минимизировать. Основные тезисы выступления главы государства в нашем следующем репортаже. Социальные выплаты, включая пособия, пенсии, мроты, зарплаты бюджетников, повысят в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по социально-экономической поддержке регионов. Правительству глава государства поручил оптимизировать работу в этом направлении. Организовать все так, чтобы при изменении финансовой ситуации в семьях выплаты начислялись автоматически. Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительства и регионы сконцентрироваться на повышении этой задачи. И добавлю, что она носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, но и является вопросом социальной справедливости. Владимир Путин также подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов в поддержке экономики и населения на местах. Президент призвал руководство регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности. Для этого главы должны будут в срочном порядке следить за изменением розничных цен на товары, первой необходимости и лекарства, а также за их наличием. Обращаю внимание правительства и коллег в регионах. Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. Президент также отметил, что российские производители сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита товаров. По словам главы государства, первый под удар западных санкций попала банковская система. Но российские банки справились с этим вызовом. Строительство детской поликлиники, реконструкция парка на улице Сосина, благоустройство северных территорий и заливных лугов, вывоз мусора. Саров посетили депутаты Нижегородского законодательного собрания. Актуальные городские вопросы гости обсудили с представителями администрации. Подробности расскажем далее. Работа на земле. С такой целью депутаты законодательного собрания Нижегородской области посетили Саров. Без понимания реальных условий в городах нельзя составить нормативные базы и объективных региональных законов. Особый статус Сарова признают и на областном уровне. Поэтому задача депутатов ЗАГС собрания – помочь в решении проблем закрытого объекта. Ряд вопросов представители делегации обсудили на встрече с главой города Алексеем Сафоновым. Это и вопросы социальной поддержки граждан, поскольку особый режим у вас закрытого территориального образования. Это и вопрос подготовки кадров для муниципальной службы, для системы образования и так далее. Много-много вопросов. Это вопрос расслоения здесь материального. Депутаты посетили основные строящиеся объекты города – новую детскую поликлинику и парк на улице Сосина. В частности, представители администрации рассказали гостям о дальнейших планах по благоустройству парковой территории. Сейчас основной вопрос – приобретение мафов. А на стройке поликлиники делегация отметила нехватку рабочих рук. Очень плохо работает 44-й ФЗ. И участие в конкурсах – это добавляет только риски при решении очень важных социальных проблем, при строительстве очень важных социальных объектов. Надо уходить от игры в рынок там, где вопрос идет о важных социальных, государственных объектах. Также депутаты законодательного собрания посетили 9-й интернат и вручили подарки в теплом доме. Более подробно о визите в Саров Роман Кабишев рассказал в передаче «Актуальное интервью». Смотрите новый выпуск на канале «16» в среду 23 марта в 19.45. Стартовала регистрация волонтеров для поддержки общественно-назначимого проекта Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Волонтеры должны будут информировать граждан о возможности принять участие в голосовании и проектах, которые вынесут на обсуждение. Волонтером может стать любой желающий, независимо от возраста. Заявку можно оставить на сайте добро.ру до 1 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Крупные партии сахара начали поступать в нижегородские торговые сети, сообщает замгубернатора региона Андрей Саносян. Серьезной проблемой он назвал недобросовестных предпринимателей-перекупщиков и отметил, что у ФАС сети Роспотребнадзора силовики начали вести работу, чтобы минимизировать ущерб от незаконной деятельности. О гибели сыровчанина Алексея Грачева на спецоперации вооруженных сил РФ на Украине сообщил на своей странице в соцсетях Алексей Сафонов. «Как истинный патриот он до последней минуты оставался верен служебному долгу и погиб героически, защищая будущее нашей страны, соболезную и разделяя боль утраты с его родителями, друзьями, одноклассниками, со всеми, кто знал этого доброжелательного, смелого молодого человека», – написал глава города. Алексей будет посмертно представлен к государственной награде. Увлекательные экскурсии, квесты по выставкам, познавательные занятия, творческие мастерские и отличное детское кино. Художественная галерея представила программу на весенние каникулы. Сирень, черемуха, тюльпаны выставка Людмилы Патиной превратила зал художественной галереи в цветущий сад. А полотна Максима и Ксении Придановых отражают настоящую весну – пеструю, солнечную, теплую. Именно эти выставки вдохновили организаторов на создание квеста для школьников в лабиринтах искусства. В квесте основным составляющим звеном становится задание, которое ребята выполняют для того, чтобы не просто познакомиться, пройти с экскурсией по выставке, а в этих заданиях заложены, скрыты, засекречены те картины, которые есть здесь в галерее. На весенних каникулах ребята также смогут попробовать себя в необычной технике графического искусства или на гравюре. Здесь изображения вырезают на линолеуме, затем покрывают краской и переносят на бумагу. А младших школьников по утрам будут ждать тематические занятия, где они смогут узнать, что такое игрушки-торорушки и чудо-карандаш. В 10 часов занятия, в 12 часов творческие мастерские, которые тоже одно название лучше другого, и волги-заливистая песня, ручейки, кораблики будем делать, разные цветочные композиции. Будет интересно и мальчикам, и девочкам. Каникулы в художественной галерее пройдут с 24 по 31 марта. Занятия проходят по предварительной записи. Полную программу мероприятий можно найти на странице художественной галереи ВКонтакте. Баланс света, цвета и линий. Основа фотоискусства. Первые снимки 19 века. В молодежном центре стартовал профориентационный курс «Основы фотографий» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Эти занятия – часть проекта «Доступный город», который придумали участники клуба «Лотос». Действительно ли наш город доступен для всех и как улучшить жизнь саровчан, которые вынуждены передвигаться по нему на инвалидных колясках? Участники клуба «Лотос» придумали новый проект, чтобы собрать информацию о доступности городской инфраструктуры для маломобильных граждан. Данная информация будет размещена на карте «Доступности» платформы «Умный Саров» в разделе «Обеспечение мобильности». Сведения эти очень важны, так как наши саровчане абсолютно всех категорий получат возможность узнать о том, каким образом, например, они смогут посетить учреждения города. Участники проекта будут указывать на карте, есть ли в учреждениях пандусы, вывески по азбуке Брайля и так далее. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать доступность того или иного объекта, надо будет выложить его снимки. Поэтому в рамках проекта для участников «Лотоса» запланирован профориентационный курс «Основы фотографии». Теоретический курс рассчитан на месяц. То есть в течение месяца, два раза в неделю, ребята будут встречаться с Виталием Скворцовым, который будет проводить с ним теоретические занятия. А далее месяц уже будет эта практика. То есть ребята будут снимать, мы будем разбирать ошибки. На первом занятии педагог молодежного центра фотограф Виталий Скворцов провел небольшой экскурс в историю возникновения фотографии. Показал картинки с первыми снимками, сделанными в 19 веке. Рассказал про основы этого искусства. Самый крутой объектив и фотоаппарат последней модели не гарантирует, что фотограф сделает идеальный снимок. Основа любой хорошей фотографии – баланс света, цвета и линии. В любом случае, если вы освоите три составляющих, научитесь работать со светом. Приятно, хорошо будете понимать цвет. Или даже если вы в ЧБ снимаете, все равно тон, можно так сказать. И научитесь работать с линией, на что угодно, вы можете снять очень хорошие кадры. Начиная от каких-то репортажных моментов захватывать и заканчивая классными портретами. После окончания курса по основам фотографии, ребята из «Лотоса» научат, как работать на платформе «Умный Саров». Воспитанники детской школы искусств номер два выступили на восьмом международном конкурсе IT-TV «Талант-2022» в Москве. Алиса Косицына и Денис Савельев завоевали звание лауреатов в своих номинациях. Подробнее об успехах саровчан расскажем далее. Алиса Косицына занимается вокалом в детской школе искусств номер два второй год. Несмотря на юный возраст, за плечами у исполнительницы немало успешных выступлений на всевозможных фестивалях. Очередное звание лауреата девочка получила на восьмом международном конкурсе IT-TV «Талант-2022» в Москве. Алиса покорила сердца членов жюри, исполнив песню из мультсериала «Маша и Медведь». Она мне нравится тем, что она задорная, веселая, легко запоминается, она всем нравится. И самое главное, что эта песня похожа на меня. Другой воспитанник школы Денис Савельев также стал лауреатом первой степени на этом конкурсе. Победу ему присудили в номинации «Патриота отчизны» за исполнение песни «Красно-солнышко». У меня в репертуаре в основном патриотические песни, потому что мне очень нравится петь песни о лугах, о полях, о своей любимой и красивой родине. Педагоги детской школы искусств номер 2 большое внимание уделяют подготовке детей для участия в самых разных конкурсах. Оттачивают исполнительское мастерство и сценические навыки. Каждое выступление перед жюри и незнакомой аудиторией – это шаг вперед в развитии музыканта. За результатом конкурса стоит, конечно, кропотливая работа. Работа не только учителя, но, естественно, в большей степени учеников. И здесь уже зависит эта подготовка, это отношение, это желание. Не желание победить, а желание сделать хорошо, красиво, и чтобы песни в исполнении этих ребят были поняты. Сейчас ребята готовятся к очередным конкурсам весенней каникулы и к юбилейному концерту образцового народного ансамбля «Горница» детской школы искусств номер 2, который пройдет в апреле. Ешь, ходи, худей. Правильно и сбалансированное питание – обязательный элемент стройности. Оно обеспечивает бесперебойную работу всех внутренних органов и благоприятным образом влияет на самочувствие. Еще один ключ к фигуре мечты – спорт. Советы фитнес-тренера о том, как похудеть к лету без вреда от ли здоровья – в нашем следующем репортаже. Одно из самых эффективных тренажеров в зале – это штанга. Во время выполнения упражнений работает все тело – руки, ноги и пресс. С этим тренажером вы точно быстро придете в форму. Но выполнять упражнение на нем нужно правильно. Само движение идет именно в пятку. Да, толчок с пятки производится. Колено вперед не выводим. Стараемся колено не вывести за стопу. Приседания – базовый и доступный для всех вид физических упражнений, которые можно включить в свою утреннюю зарядку или в рабочий перерыв. Штанга повышает его эффективность, но вовсе не обязательно. Для приседаний не надо приобретать дополнительный инвентарь или тратить деньги на специальную спортивную форму. Достаточно запастись небольшим количеством времени, мотивацией и самодисциплиной. Такие зарядки по утрам, когда ты встаешь и, в принципе, можешь в те же четыре подходика по 25 раз присесть. Выпады, если ты знаешь, как правильно их делалось, четыре подходика по 15 повторений сделалось, сделалось те же наклончики, если ты тоже знаешь, как правильно их делалось. Это занимает 25 минут твоего времени, да, и вместо зарядки для поднятия настроения это всегда будет плюсом. Регулярные тренировки – только 20-30% успеха на пути подготовки своей фигуры к лету. Значительную роль играют режим дня, полноценный сон и, конечно, правильное питание. Если вы хотите сбросить вес, то основной и самый беспроигрышный принцип в еде – потреблять калории меньше, а расходовать больше. Если у нас сброс идет, то убираем в вечер обязательно по калорийности. Это хлеб, углеводы можно выкинуть, если это проблемы с весом. А сладкое – вот так. Перейти на воду – прекрасный напиток, лучше напитка, чем воду, я не знаю. Идеальным ужином будут морепродукты или белое мясо с овощами. А если вы хотите добиться лучшего эффекта, то без тренировок в фитнес-зале вам не обойтись. Тренажеры дают большую нагрузку для тела, а значит и видимый результат. Здесь уже три тренировки. При том, если будет за вами тренер смотреть и он выберет правильный тонаж именно для вас, то трех тренировок в неделю при хорошем сне и хорошем питании этого будет достаточно. В клубе «Артфитнес» вам помогут подобрать правильную нагрузку, проконсультируют по интересующим вопросам, а также предложат план эффективной тренировки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!